В «Березе» сожгли машину, возможно, принадлежащую старшему участковому инспектору Александру Живнируку. Об этом сообщил экстремистский телеграм-канал «Нехта». Инцидент произошел вчера около дома силовика на улице Петра Климука. Примечательно, что именно на этой машине сотрудник милиции когда-то сбил насмерть пожилого мужчину и наказание за это никакое не понес. Более того, во время последних выборов и протестов Живнирук задерживал сборщиков подписей из альтернативных кандидатов в президенты, угрожал женщинам и их детям, а также нагло врал родственникам задержанных об их местоположении. Это не первый случай подобного самосуда в «Березе». Ранее под горячую руку партизан попал майор милиции Виктор Иванюк, который во время августовских протестов избивал и задерживал людей. В отмеску за это ему разрисовали дом, напомнив об уголовной ответственности и о том, что он является не сотрудником милиции, а карателем. Да и метод сжигания машин начинает набирать популярность. Взять хотя бы недавний инцидент, произошедший в Минске, когда председателю комитета судебных экспертиз Алексею Волкову, также верному стороннику режима и насилия, кто-то сжег автомобиль. Ведьма белорусы настолько устали от безнаказанности силовиков, что решили взять инициативу в свои руки. А список тех, кто выполняет преступные приказы, бесконечно пополняется благодаря киберпартизанам, которые, к слову, взломали архив оперативных камер МВД. Поэтому силовикам стоит серьезно задуматься о собственной безопасности и совести, которую еще можно спасти, перейдя на сторону белорусского народа. Пока госсми рассказывают нам про стабильную и прекрасную жизнь в нашей стране, цены на продовольственные товары первой необходимости продолжают расти. Так, стоимость картофеля в этом году в три раза выше, чем в соседних странах, загнивающей Европы. Например, мелкий, побитый и позеленевший, которым в белорусской деревне привыкли кормить скот, еще можно купить по полтора рубля за килограмм. А вот мытый и чистый на рубль дороже. К примеру, в Польше в пересчете на белорусские рубли картошка стоит 57 копеек за килограмм, в Литве 82, в Украине 79. Проблема для нашей страны не новая. Дорожают, например, также хлеб и молочка. Списывают все на плохой урожай в этом году. А вице-премьер Суботин предупредил, что цены будут расти и дальше, оправдываясь, что если их сдерживать, то продукты попросту начнут вывозить из страны в Россию. Ведь граница, как таковая, в союзном государстве отсутствует. Вот только неясно, почему белорусы должны от этого страдать и не доедать. У ГУБОПИКа появилось несколько новых идей, что сделал с экстремистами и теми, кому они нравятся. По словам начальника этого подразделения Андрея Паршина, они уже выступили с законодательной инициативой этих нововведений. А также с предложением о лишении экстремистов гражданства вне зависимости от способа его приобретения. Было предложено также отбирать у людей имущество и ввести безусловную административную ответственность за подписку на экстремистские интернет-ресурсы. Паршин также отмечает, что комментаторы сильно заблуждаются, думая, что в интернете можно оставаться анонимным. И угрожают рано или поздно расправиться со всеми за любой обидный или безобидный комментарий. Эти угрозы прозвучали параллельно с заявлением о благородном предназначении офицеров ГУБОПИК, где каждый сотрудник управления правильно понимает свои служебные задачи и готов их выполнять на высоком профессиональном уровне. Правда, нигде не прозвучало, что этот уровень исчисляется количеством избитых безоружных граждан, выбитых признаний в несовершенных преступлениях и лживых показаниях на бесчисленных судах над своим же народом. Из его слов следует, что простые белорусы – главный враг своего государства, а настоящие патриоты – власть имущая, в том числе и силовые структуры. Поэтому вполне логично лишать белорусов гражданства, калечить их, забирать деньги и имущество у всех, кого ГУБОПИК считает неверными режиму, вышедшими на протестные марши. В Украине стартовала спецоперация под названием «Полесье» для усиления охраны границы с Беларусью, чтобы не допустить миграционного кризиса. Речь идет об усилении охраны всей протяженности границы с Беларусью – это более тысячи километров. К спецоперации привлечены 8,5 тысяч человек личного состава погранслужбы страны, нацгвардии и нацполиции. В охране границы будет активно применяться авиация, беспилотные авиакомплексы, технические средства наблюдения. При граничных районах планируется выставление контрольных постов на дорогах и патрулирование основных путей, ведущих к границе. Также будут проверяться автобусные и железнодорожные станции. Тем временем Польша продолжает оборонять свою границу от нападений мигрантов. Прошлой ночью агрессивно настроенные нелегалы дважды пытались незаконно проникнуть на территорию соседнего государства, бросая в пограничников камни, ветки деревьев и светошумовые гранаты. Всего за минувшие сутки было отражено 267 таких попыток. Сегодня один из самых страшных дней для Конституции Республики Беларусь. Ровно 25 лет назад, 24 ноября 1996 года, Лукашенко против воли белорусского народа превратил республику из парламентско-президентской в президентскую, что значительно расширило его полномочия и стало одним из поворотных моментов становления диктатуры в нашей стране. Парламент просто перестал ограничивать власть нелегитимного и хоть что-то решать в Беларуси. Тогда все попытки не позволить этому произойти оказались тщетными. Режим Лукашенко начал свой путь развития. Сегодня, спустя 25 лет, мы снова оказались на пороге очередного подобного обмана белорусов – референдума 2022 года. Ни у какого взрывомыслящего человека не может быть сомнений, что это собрание – всего лишь фарс и прикрытие для обеспечения диктатуре неограниченной власти и далее. Чтобы это доказать, демократические силы выступили с единой стратегией действий на этом референдуме по изменению Конституции, который режим запланировал на февраль следующего года. Беларусам было предложено прийти на участок и поставить крестики на всех вариантах, сделав бюллетень недействительным, сфотографировать и опустить его в урну для голосования. Фото, как и ранее, на выборах 2020 года следует отправить на платформу «Голос». Нет сомнения, что этот шаг не сможет целиком уничтожить диктатуру, но, как и в случае с выборами, мы сможем проследить фальсификацию происходящего голосования. А это станет очередным ударом в 97% по уверенности нелегитимного в собственной власти и безнаказанности. И это все на сегодня. Не забывайте подписываться, ставить лайк и писать комментарии для продвижения этого видео в топ, а также подписывайтесь на нас в социальных сетях. Кстати, мы теперь и в тикток. Там вы найдете самое важное в коротком формате. Хорошего всем вечера и живи, Беларусь! Продолжение следует...